МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А что самое интересное, животных стали брать чаще с приютов или с улиц? Сегодня домашние питомцы есть у 73% россиян. Сознательные владельцы готовы тратить деньги на своих питомцев, покупать хороший корм, лечить и ухаживать, стремясь продлить годы жизни лохматому другу и сделать совместное пребывание комфортным. Проблемы ответственного отношения к животным озаботились и в Государственной Думе. Здесь на утверждение внесли целый ряд дополнений к существующим законодательным нормам. Так предполагается ввести обязательное чипирование кошек и собак. Наличие чипа облегчит поиск потерявшихся питомцев. Кроме того, можно будет отыскать и привлечь к ответственности недобросовестного владельца, умышленно бросившего животное на улицу. Планируется ввести административную ответственность за ненадлежащее содержание домашних питомцев. Штрафовать будут за плохой уход, жестокое обращение. Эти поправки, по мнению авторов, заставят людей более ответственно подходить к вопросу, заводить или нет домашнего питомца. Давно доказано, что животные благоприятно влияют на психоэмоциональное состояние человека и также на состояние его здоровья. Животные приносят в наш дом положительные эмоции, но и также свою особую энергетику. В преддверии дня ветеринарного работника, который отмечается 31 августа, наша программа посетила ветклинику БАРС, где нам подробно рассказали о том, как сохранить здоровье наших любимых питомцев. Ветеринарная клиника БАРС хорошо известна в Твери и за ее пределами. Сегодня здесь оказывают полный спектр ветеринарных услуг, включая сложные операции. В областной столице много лет в круглосуточном режиме успешно работает филиал на проспекте Чайковского, 23, зоогостиницей и ночным стационаром. Хорошие новости появились и для жителей Пролетарского района и его окрестностей. В Мигалово на Рябеевском шоссе 14 открылась еще одна ветклиника БАРС, которая уже принимает пациентов. Удобно ездить с Мамулина, с Южного, с Дальнего Заволжья, потому что время в пути с этих микрорайонов города составляет буквально 7-10 минут по окружной дороге. Мы находимся буквально в 200 метрах от окружной дороги Москва-Санкт-Петербург. Это удобно для жителей Калининского района, которые живут в этой стороне. А это Торжок, Ржев, Старица, Вышний Волочок. У нас очень много клиентов ездят именно с Калининского района, и здесь он совсем рядышком. В ветклинике на Рябеевском шоссе 14 четвероногих питомцев и их хозяевах ждут терапевты, хирург, эндокринолог, дерматолог. Два раза в неделю прием ведет офтальмолог. В ближайшее время откроется запись к реабилитологу, который в условиях клиники сможет проводить все необходимые восстановительные процедуры для животных. Здесь проводят клинический анализ крови, делают УЗИ, и в ближайших планах открытие рентген-кабинета. В ветклинике работает дневной стационар, удобство которого уже оценили многие. Людям очень удобно, они могут с утра привезти животное, ну, допустим, на операцию или какие-то процедуры, поехать на работу, а вечером его забрать уже с выполненными всеми манипуляциями. Еще одно преимущество – наличие ветеринарной аптеки и зоомагазина. Удобно, что сразу после приема можно купить выписанные врачом препараты и при необходимости лечебный форм. Имеется много препаратов редких, препаратов дерматологических, которых трудно найти по всему городу. Возим препараты под заказ. В филиале на Рябеевском шоссе ежедневный прием ведет дерматолог. Наряду с терапевтом, это один из самых посещаемых специалистов. Дерматолог лечит десятки болезней, среди которых самое распространенное – это отит. В день дерматолог Барса Анастасия Малкина принимает до пяти пациентов с отитом. Сразу распознать, что животное имеет боль, невозможно. Большую часть это приходит уже на воспаление ни одного дня, ни даже ни неделя. Но иногда это затрагивает более месяца. Отиты возникают у животных разнообразными причинами, начиная от самых простых попаданий на родных тел, слуховые проходы, заканчивая аллергическими реакциями. Вед клиника БАС ждет своих пушистых пациентов. Редактор субтитров А.Семкин